Ничего понять не могу, скажи. Чего от меня, скажи, хотят-то? Привыкнуть к рабочему цирковому ритму они еще не успели. Эти косолапые на арене новички. Пару месяцев назад их подбросили в один из приморских зоопарков. А приютили подкидыши столичные дрессировщики. Ох, мы и рычи, мы рот раскрываем и бросаемся мы даже. Имена косолапым дали не медвежьи, а Лена и Егор. Семь кило живого веса пока легко умещаются в руках. Малышам по три месяца. Разбивать таланты в этом возрасте легче всего. Особой науки, говорят профессионалы, не надо. Всего лишь ласка и что-нибудь вкусненькое. Хлеб с маслом сливочным и сгущенкой, допустим, или с медом. Стараемся их прикормить. Потому что медведя нельзя заставить. Если он не хочет, он не будет делать. Пока подкидыши живут с дрессировщиками прямо дома. Во время гастролей в гостинице. Хрупкие вольеры с картона сломать они пока не в силах. Зато легко могут съесть его. Покушать медвежата любят. Молодцы, молодцы. Сейчас будем кашу готовить. Бутылочка с соской и литр молока. После репетиции артисты встают к плите. Для медвежа только домашняя еда. Дальше самое хлопотное – покормить. За один день эти малыши съедают почти килограмм молочной каши. Корм строго по расписанию. Три-четыре раза в день. Но сейчас, видимо, нет аппетита. Ну, кушай. Одних дома подкидыши не оставляют. Уж более любопытные. Могут и лапы в розетку залезть. Терпение дрессировщикам не занимать. На воспитание косолапого артиста могут уйти годы. Они своенравные очень. То есть с ними надо быть как с собакой. Целый день, грубо говоря. Чтобы они тебя слушались, понимали. Прощать им многое надо. Через пару месяцев малыши переедут в цирковые вольеры. Сейчас же медвежье детство в самом разгаре. Пока мама и папа занимаются хозяйством, можно и поспать. В обнимку с любимой игрушкой. Кристина Трушина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.